Сегодня это был оптимальный состав, но у нас не было только двоих легионеров, которые играют сегодня за сборную. Сегодня сборная Ганна играет со сборной Нигерии, поэтому у нас не была Коронко и Акхахова. Все остальные, кто был на сегодня, участвовали в матче. Виктор Евгеньевич, Вы предполагали, что столкнетесь с такой массированной обороной, что противник будет играть против Вас именно в таком ключе? Не то, что предполагал, не сомневался в этом. И мы все это оговаривали на установке, на предматчевых тренировках. Мы знали, что нам нужно будет преодолевать насыщенную оборону. И, наверное, судя по первому тайму, не все у Вас получалось. Во всяком случае, так показалось с трибуны. Ну, в принципе, преодолевать насыщенную оборону можно несколькими способами. Такого какого-то особенного рецепта на это нет. Нужен быстрый пас, нужны и детальные действия, нужны фланговые атаки, нужны удары со средней дальней дистанции и стандартное положение. И больше ничего, казалось бы, все просто. Нужно быстро вступать в единоборство. Если теряешь мяч, то уже вступать за... И сейчас мы прервемся, Виктор Евгеньевич. Все-таки, в конце концов, Шахтер добился своего. Потратив, затратив для этого 45 минут почти. И гол забил. Ну, здесь нам, журналистам, показалось с трибуны, что забил Глевецко. В протоколе Попов есть мнение, что это был автогол. Я думаю, что это не автогол. Это наш игрок пробивал и отрикошетил от защитника мяч влетел в ворота. Это плоды наших собственных усилий. Если бы мы не заставили ошибиться защитника, он бы не сделал это. Виктор Евгеньевич, в перерыве о чем вы говорили с футболистами? Как нужно было действовать команде во втором тайме? Так же, как и я и в перерыве, и до игры говорил одно и то же. Для того, чтобы преодолеть насыщенную авару сопернику, нужен очень быстрый пас. В одно, в два касания. Мы так и не смогли. Есть же в футболе атаки быстрые, есть позиционные. И в этой ситуации, в основном, нас соперник обрек на то, что нам нужно было играть только позиционный футбол. Быстрый футбол, быстрых атак не получилось, потому что...